гранд-отель бездна биография франкфуртской школы стюарт джеффрис оглавление введение против течения часть 1 1900 1920 положение критическое отцы и дети и другие конфликты часть 2 1920 мир кверху дном немного другого часть 3930 to the next escape а сила негативного мышления в пасти у крокодила модернизм и весь этот джаз новый свет часть 4 1940 путь на портболл в союзе с дьяволом борьба с освобождение эроса часть 6 1960 up against the wall мазерфакас философствование коктейлями молотова часть 7 назад из бездны хабермас и критическая теория после 1960 франкфуртский паук всепоглощающие страсти критическая теория в новом тысячелетии гранд-отель бездна биография франкфуртской школы введения против течения незадолго до своей смерти в 1969 году адорно сказал в интервью я создал теоретическую модель мысли разве мог я подозревать что люди захотят воплотить ее в жизнь коктейлями молотова для многих проблема франкфуртской школы состояла именно в этом ей никогда не было дело до революции философы лишь различным образом объясняли мир но дело заключается в том чтобы изменить его писал карл маркс однако интеллектуалы из франкфурта перевернули одиннадцатый тезис маркса фейербахе с ног на голову с самого момента своего основания в 1923 году марксистский исследовательский институт ставший известным под именем франкфуртской школы скептически взирал на политическую борьбу и чурался партийной политики ведущие представители школы теодор адорно макс хоркхаймер герберт маркузя эрих фром фридрих полок франц нойман и юрген хабермас виртуозно критиковали порочность фашизма и социально опустошительное духовно разрушающее воздействие капитализма на западные общества но совершенно не преуспели в изменении критикуемого явное искажение маркса франкфуртской школы раздражало других его последователей философ дьерт лукач однажды язвительно заметил в адрес адорно и его приятелей что те поселились в гранд-отеле бездна этот прекрасный отель писал он оборудованный всеми удобствами находится на краю бездны ничто абсурда в числе прежних его постояльцев был и живший некогда во франкфурте философ песеннист артур шопенгауэр чьи труды как полагал лукач были наполнены размышлениями о страданиях мира на безопасном от них расстоянии ежедневное созерцание бездны в перерывах между превосходными блюдами и артистическими развлечениями саркастически писал лукач может лишь обострить ощущение от наслаждения изысканной негой отеля ничем не отличались по мнению лукача и философы из франкфуртской школы подобно шопенгауэру эти более поздние гости отеля получали извращенное наслаждение от страдания в их случае правда вызванного созерцанием монополистического капитализма разрушавшего человеческий дух там внизу пока они прохлаждались на террасе согласно лукачу франкфуртская школа отказалась от необходимой связи между теорией и практикой там где последнее означает воплощение первой в действии ведь если это и другая обоснованы то им суждено объединиться диалектически усилив друг друга в противном случае утверждал лукач теория становится просто элитарным упражнением выстолкования как и вся история философии до маркса когда адорно упоминал коктейли молотова он объяснял отступление франкфуртской школы в теорию как раз в тот момент когда все вокруг него и его коллег наоборот призывали к действию студенческое движение вместе с новыми левыми находилась на пике многие были убеждены и как потом выяснилось напрасно в том что именно эта практика неотвратимо вызовет к жизни радикальные политические перемены несомненно это было время сильной политической нестабильности студенты бунтовали от беркли до берлина во время чикагского съезда демократической партии полиция напала на протестующих против войны во вьетнаме а советские танки совсем недавно вошли в прагу чтобы положить конец чехословацкому эксперименту социализма с человеческим лицом в университете франкфурта сам одорно этот 65-летний как он сам признавал пузатый профессор а также самый выдающийся представитель школы в германии из-за своего недостаточного радикализма стал мишенью для вожаков социалистического союза немецких студентов его лекции были прерваны протестующими один из них написал на доске в аудитории не троня одорно никогда капитализм будет всегда факультет социологии университета на короткое время был захвачен активистами и весьма знаково переименован факультет спартака в честь движения во главе которого некогда стояли роза люксембург и карл липкнигт немецкие революционеры убитые пятью десятью годами ранее смена имени служила одновременно укором и напоминанием укором поскольку союз спартака в 1919 году сделал как раз то на что очевидно не решилась в 1969 году франкфуртская школа напоминанием так как одной из причин возникновения школы стало стремление марксистских теоретиков понять поражение попытки спартакистов воплотить в германии то что удалось большевикам в россии двумя годами ранее студенческие лидеры 1969 года руди дучки и даниэль кон бендит верили что пришло время соединить теорию с практикой принести революцию в университеты и разрушить капитализм когда у немецкой интеллигенции появился наконец шанс свести счеты допускать новое поражение ей было никак нельзя адорно возражал его душевные терзания многое объясняют в том что такое было и есть франкфуртская школа и почему она вызывала и все еще иногда продолжает вызывать столько скепсиса у многих левых в тексте 1969 года маргинале к теории и практике адорно упоминает студента чья комната была разгромлена только потому что тот предпочел заниматься они протестовать кто-то даже нацарапал у него на стене тот кто занимается теорией не переходя к практике предатель социализма адорно увидел в этом студенте родственную душу критического теоретика они уличного бойца и попытался его защитить он сделал это противопоставив теорию тому виду практики который увидел в студенческом движении и у новых левых практика становится идеологическим предлогом для насилия не только над его совестью и салон об этом студенте этот парадокс этот репрессивный призыв к действию во имя свободы вызывал у него как и у многих других представителей школы отвращения юрген хабермас назвал данный парадокс левым фашизмом а его бывший учитель адорно увидел в нем возникновение новой пугающей мутации той самой авторитарной личности что так прекрасно себя чувствовала в нацистской германии и сталинской россии адорно и другие его коллеги в авторитарных личностях кое-что понимали если как и большинство франкфуртских теоретиков вы еврей марксист и интеллектуал который был вынужден отправиться в изгнание чтобы не погибнуть от рук нацистов то эти личности есть ваша специализация все ведущие светило школы потратили очень много времени на теоретические рассуждения о нацизме стараясь понять каким именно путем немецкий народ стал хотеть не социалистической революции против своих капиталистических угнетателей а господство над собой в критическом мышлении адорно образца 1969 года поражает именно то что в новых левых и студенческом движении он увидел тот же самый прекрасно себя чувствующий тип авторитарной личности что вместе с сопутствующим ему духом конформизма процветал при гитлере и те и другие вставали в антиавторитарную позу но воспроизводили при этом те самые репрессивные структуры которые якобы собирались свергнуть наиболее яростно протестующие писала дорна авторитарно в своем неприятии интроспекция лишь один франкфуртец не стремился остудить амбиции радикалов 1960-х герберт маркузя работавший тогда в калифорнийском университете в сан-диего занимался политическим активизмом даже в ту пору когда последний служил предметом насмешек его коллег по школе хотя маркузи брезговал славой духовного отца новых левых на какое то время он оказался захвачен энтузиазмом движения осмелившись вообразить что не репрессивная утопия близка что она находится уже буквально на расстоянии вытянутой руки за это его обожали студенты но ему также пришлось скрываться после того как ему начали угрожать убийством в париже протестующие студенты прославляя новую революционную троицу держали плакат со словами маркс мало маркузя впрочем в системе координат франкфуртской школы маркузи был исключением куда более характерными были доводы о дорна иногда в тематических очерках иногда в наполненный раздражением переписки с маркузи он настаивал на том что сейчас времени для легкомысленных позерских акций а для упорной работы мысли мышление опороченное этими практиками видимо принуждает их к чрезмерным усилиям она требует слишком много работы она слишком практично писал он на фоне столь неуместной практики теория это не реакционное бегство в гранд-отель бездна но руководствующийся твердыми принципами отход в крепость мысли в цитадель откуда время от времени раздаются радикальные иеремиады для одарма именно мышление они сидячие забастовки и баррикады было подлинно радикальным актом сопротивляется только тот кто думает куда более удобно плыть по течению заявляя при этом что плывешь против куда более важно что одарма обнаружил в студенческом движении именно то в чем обвиняли франкфуртскую школу бессилия баррикады говорил он нелепы против тех кто управляет бомбой это разгромное замечание предполагает что новые левые и революционные студенты неуклюже заимствовали революционную тактику работавшую в 1789 целых 1830 тысячных и 1845 годах однако в 1969 году она была совершенно неуместна в какой бы то ни было эффективной борьбе имевший своей целью разрушения развитого западного капитализма как высказался в ином контексте маркс история повторялась в виде фарса если бы новые левые обзавелись ядерным оружием анализ одарма мог бы быть иным однако в том что одарма принимал за смехотворные студенческие выходки тоже по всей видимости содержался метод несомненно каждому интересующемуся брендом франкфуртской критической теории есть что рассказать о радикальном присвоении студентами конца 1960-х годов революционного наследия баррикад философ и критик вальтер беннинин оказавший огромное влияние на франкфуртскую школу описывал в своей поздней работе тезисы о философии истории как революционеры прибегают к сознательным заимствованиям у героев прошлого поступить подобным образом значит совершить путешествие в прошлое выразить солидарность с предшествующими ролевыми моделями прославить их борьбу поставив их иконографию на службу новой революции к примеру французская революция 1789 года рядилась в одежды и институции древнего рима беннинин называл это прыжком тигра в прошлое это был прыжок через время к историческому моменту обретшему актуальность в условиях настоящего так для робеспьера античный рим был прошлое заряженное актуальным настоящим прошлое которое он вырывал из исторического континуума этот континуум или в описании беннинина гомогенное пустое время темпоральный порядок правящих классов подвергался отрицанию в подобных преисполненных радикальной солидарности прыжках во времени вполне вероятно что энрейджис вышедшие на улице и построившие баррикады в париже в конце 1960-х выражали подобным образом свою солидарность с революционерами почти двухвековой давности однако прыжок тигра опасен и с большой вероятностью может закончиться провалом этот прыжок объяснял беннинин происходит на арене где командует господствующий класс и все же маркс добавлял он понимал революцию именно как такой прыжок это был диалектический прыжок так как с его помощью прошлое искупалось действием настоящего а настоящая связью со своим двойником в прошлом можно предположить что если бы беннинин не умер в 1940 году но выжил и стал свидетелем студенческих волнений конца 1960-х то он вполне мог бы встать на сторону тех кто вышел на баррикады при всей их кажущейся нелепости вероятно он был бы более сговорчив нежели его друг теодоро дорна и насчет воплощение теории в жизнь при помощи бомб будет видимо чрезмерным упрощением считать что беннинин романтизировал практику а дорна теорию но что-то в этом определенно есть нет никакого сомнения в том что франкфуртская школа чьи ведущие интеллектуальной силой была дорна испытывала благоголение перед теорией как единственным пространством в котором господствующий порядок мог быть если не опрокинут то хотя бы осужден теория сохраняла в отличие от всего остального запятнанного контактом с реальностью свой блеск и свой неукротимый дух теория говорит от имени свободных духом писала дорна несмотря на всю свою ограниченность она блюститель свободы в царстве принуждения теория была тем местом в котором франкфуртская школа чувствовала себя наиболее комфортно вместо увлечения обманчивой революционной эйфории и и теоретики предпочли отступить в нерепрессивное интеллектуальное пространство где сохранялась возможность свободного мышления такой вид свободы несомненно является меланхолией поскольку он рожден из утраченной надежды на реальные перемены исследовать историю франкфуртской школы и критической теории значит видеть как у их создателей марку зиме в счет вместе с осознанием бессилия что-либо изменить нарастало и ощущение беспомощности перед лицом презираемых и не сил тем не менее в противоположность этой повести о программном бессилии существует и другая конкурирующая история эта теория заговора повествующая о том как маленькая группка немецких философов марксистов называющаяся франкфуртской школой придумала нечто именуемое культурным марксизмом который опрокинул традиционные ценности поощряя мультикультурализм политическую корректность гомосексуальности коллективистские экономические идеи ведущие мыслители института социальных исследований были бы немало удивлены узнав что это они замыслили крах западной цивилизации и были бы еще более удивлены узнав сколь много они в этом преуспели в свое время им удалось спастись от холокоста поэтому они кое-что знали о том как теория заговора обслуживающие психические потребности приводят к катастрофическим последствиям в реальном мире одним из тех кто принял эту теорию заговора был правый террорист андерс брейвик перед тем как устроить бойню унесшую жизни 77 норвежцев в июле 2011 года он оставил манифест объемом в одну тысячу пятьсот тринадцать страниц а заглавленный 2083 декларации независимости европы на его страницах он возложил на культурный марксизм вину за предполагаемую исламизацией у европы идеи брейвика если тут вообще уместно слово идей базировались на теории заговора корни которые уходят в очерк под названием франкфуртская школа и политическая корректность написанный майклом не не цей но для фиделя журнала института шиллера не не цей но однако в своем описание разрушения запада франкфуртской школой кое-что упустил некоторые сотрудники школы во время второй мировой войны работали на секретные службы и возможно именно там виртуозно научились не только критической теории но и приобрели способность скрывать свои дьявольские намерения все это выглядит совершенно невероятным между тем правда о франкфуртской школе выглядит от них не столь кричаще и захватывающе как это пытаются представить конспирологи школа возникла как часть попытки понять поражение а именно поражение революции в германии в 1919 году по мере своего развития в тридцатых годах двадцатого века она вступила в альянс фрейдистскими психоаналитическими теориями сились понять почему немецкие рабочие вместо того чтобы освободить себя устроив социалистическую революцию подались соблазнам современного капиталистического общества потребления и в конце концов нацизма проживая в ссылке в 1940-х годах в лос-анджелесе одорно помог разработать калифорнийской в шкалу тест на тип личности предназначенный для выявления тех кто мог стать легкой добычей фашистских или авторитарных заблуждений бривик был бы превосходным образцом той самой авторитарной личности про которую писал одорно одержимая упадком как ей кажется традиционных стандартов не справляющиеся с изменениями попавший в ловушку ненависти ко всем тем кто не попадает в ее внутреннюю группу и готовый прибегнуть к действиям защиту традиции от разложения во введении к авторитарной личности голос одорно звучит предостерегающе структуры личности сбрасываемые со счетов как патологические по причине того что они не гармонируют с наиболее явными чертами или преобладающими общественными идеалами при ближайшем рассмотрении оказываются всего лишь преувеличениями того что повсеместно встречается под поверхностью данного общества то что сегодня считается патологическим завтра при иных социальных условиях может стать доминирующей чертой опыт столкновения с нацизмом сделал его особенно чувствительным к столь трагическим тенденциям чтобы неверно понять франкфуртскую школу не нужно быть андерсом брейвиком ущерб наносимый культурным марксизмом столь велик потому что при всей своей фантастической способности к анализу он обладает слабым пониманием человеческой природы и потому не в состоянии предвидеть всех последствий ведь когда рассыпаются такие институты как страна церковь семья или закон страдают обычно самые слабые пишет эту с в правой британской газете daily telegraph на самом деле франкфуртская школа пыталась защитить те самые институции чей подрыв вменяет культурному марксизму уэст одорна и хоркхаймер защищали институт семьи как место сопротивления тоталитарным силам хабермас нашел в католической церкви союзника в деле защиты современных мультикультурных обществ аксель хонет нынешний директор школы говорит о равенстве перед законом как о предварительном условии человеческого процветания и автономии индивида конечно хабермас надеется что немецкое государство растворится в общеевропейском политическом пространстве бывший член гитлерюбенда надеется на это потому что опасается возврата зловещего национализма расцветавшего буйным цветом на его родине с 1933 по 1945 год одним словом франкфуртская школа заслуживает защиты от своих хулителей от тех кто вольно или невольно позволяет себе толковать ее труды в своих собственных целях она также заслужила быть освобожденной от мнения что ей нечего нам сообщить в новом тысячелетии именно это я и попытаюсь сделать в предлагаемой книге несмотря на то что существует множество превосходно написанных историй франкфуртской школы и критической теории как и множество прекрасных биографических описаний и ведущих мыслителей я надеюсь что эта книга предложит несколько иной тоже плодотворный подход а вместе с ним новые быть может убедительный путь к их особому взгляду на мир гранд-отель бездна это отчасти групповая биография в которой предпринята попытка описать интеллектуальное взаимовлияние ведущих фигур школы их споры и размолвки их схожий опыт воспитания в семьях богатых еврейских предпринимателей послуживший отречению от мамоны и приведший их в объятия марксизма я также надеюсь что эта книга сможет заново пересказать историю тянущуюся с 1900 годов и до наших дней от транспорта на конной тяги к войне беспилотников это путешествие начинается в избалованном немецком детстве этих мыслителей отцовском воспитании бунте против него далее она движется через их опыт переживания первой мировой войны к встрече с марксизмом во время неудавшейся революции в германии к неомарксистской теории созданной ими в попытке объяснить эту неудачу через интенсификацию массового промышленного производства и массово же произведенной культуры в 1920-х приход гитлера оканчивающийся их изгнанием в америку одновременно для них соблазнительную и тошнотворную через горькое возвращение в европу навсегда изувеченную холокостом и болезненную конфронтацию с молодежной революционной эйфории 1960-х годов а завершается она в новом тысячелетии стремлением понять что могло бы предотвратить коллапс западных мультикультурных обществ эта история предлагает невероятные контрасты и парадоксы герберта маркузя участника коммунистической самообороны сражающегося со снайперами фрайкера в берлине 1919 года юргена хабермаса нашедшего себе в первые годы нового тысячелетия духовного союзника в лице своего бывшего соратника по гитлерюгенду йозефа ратцингера больше известного как папа бенедикт ху один марксистских мыслителей работающих на организацию которая позже стала известна под именем цру адорна играющего во время голливудских вечеринок на фортепиано для чарли чаплина че комедии он громил в своих книгах франкфуртскую школу удаляющую чтобы не обидеть своих американских хозяев и потенциальных спонсоров слово начинавшееся на букву м из текстов своих исследований во франкфуртской школе меня привлекает в первую очередь убедительный критический аппарат разработанный этими мыслителями для того чтобы понять время в котором им пришлось жить они переосмыслили марксизм привнеся туда идеи фрейдовского психоанализа чтобы лучше понять как и почему заглохла диалектическое движение истории в сторону социалистической утопии столкнувшись с подъемом того что было именно звано культурной индустрией они открыли новое отношение между культурой и политикой где первое является служанкой капитализма но обладает при этом способностью по большей части не реализованный стать его же могильщиком они также размышляли о том как повседневная жизнь могла бы стать театральными подмостками революции а стала в основном их противоположностью наполненный конформизмом гасящим любое желание преодолеть систему угнетения вероятно мы до сих пор живем в мире который так яростно критиковала в своих текстах франкфуртская школа с той лишь разницей что в нем нам дана невиданная прежде свобода выбора а дорна и хоргхаймер полагали что свобода выбора этот главный повод для бахвальства передовых капиталистических обществ есть всего лишь химера мы обладаем свободы и выбора всегда одного и того же говорят они в диалектике просвещения там же они утверждают что человеческая личность подверглась столь сильному разложению ложным сознанием что едва ли уже может называться этим именем личность пишут они это фактически не более чем ослепительная улыбка отсутствие запаха пота и каких бы то ни было эмоций люди превратились в востребованные легко изготовностью обмениваемые товары массового потребления единственное оставшееся у них право выбора эта возможность осознать глубину собственной манипулируемости вот в чем заключается торжество рекламы в культурной индустрии вынуждающие потребителя мимикрировать подкультурный продукт истинная сущность которого ему совершенно очевидно франкфуртская школа важна для нас в данный момент потому что сегодня подобная критика общества еще более уместно чем в момент написания этих слов почему возможно потому что господство культурной индустрии и идеологии потребления над человеком сегодня более интенсивно чем когда бы то ни было хуже того то что когда-то было системой господства над европейским и североамериканским обществом теперь выросла в масштабах мир в котором мы живем это уже не тот мир где нации и национализма все еще имеют ключевое значение теперь это глобальный мир в котором мы якобы пользуемся свободой выбирать но если поставленной франкфуртской школой диагноз верен это свобода выбора касается только того же самого только того что духовно умоляет нас заставляя покорно подчиняться системе подавления в 1940 году макс хоркхеймер писал другу если взглянуть на то что сейчас угрожает поглотить европу и возможно весь мир станет ясно что предназначение нашей работы по сути состоит в том чтобы передать нечто важное в надвигающейся тьме нечто вроде бутылочной почты тьмой он разумеется называл вторую мировую войну и холокост между тем работы франкфуртской школы полезны сейчас и для нас живущих во тьме иного рода мы живем не в том аду который якобы был создан франкфуртской школой а в том который эти тексты могут помочь нам понять настало время распечатать эту бутылочную почту часть 1 1900 1920 положение критическое берлин 1900 год на улице зимнее утро в доме служанка поставила яблоко в маленькую печурку рядом с кроватью восьмилетнего вальтера бенинина даже если бы вы смогли представить себе его аромат у вас вероятно не получилось бы приправить его столькими разнообразными ассоциациями сколько их нахлынуло на бенинина в тот момент когда спустя 32 года он вспоминал эту сцену это пекущееся яблоко как написал он в своих воспоминаниях берлинское детство на рубеже веков извлекло из печного жара ароматы всего что приготовил для меня новый день поэтому неудивительно если мне согревавшему ладони а гладкие щечки яблока недоставало решимости откусить от него я чувствовал что мимолетная весть принесенная его благоуханием слишком легко может ускользнуть если попадет мне на язык есть которая иной раз так славно меня подбадривала что я не раскисал даже по дороге в школу не раскисать тем не менее удавалось недолго правда в школе стоило только сесть за парту как сонливость уж вроде бы улетучившаяся одолевала меня с удесетеренной силой с ней возвращалась и мое желание в волю поспать должно быть я загадывал его тысячи и тысячи раз ибо со временем оно таки исполнилось но немало воды утекло прежде чем я понял она исполнилось потому что мои надежды найти постоянную работу и верный кусок хлеба всегда оказывались тщетными как много бенинина в этой виньетки начинающийся с проклятого не подающегося укусу адамантового яблока чей аромат обещает изгнание из детского эдема она же в свою очередь предвещает уже взрослые изгнания из германии в полное авантюр странствия заканчивающиеся трагической смертью в 1940 году в возрасте 48 лет при попытке спастись бегством от нацистов перед нами ранимая фигура стремящаяся совладать с трудным миром за стенами своей уютной наполненной ароматами спальни меланхолик получающий то что он хочет сон только тогда когда искомое оказывается непоправимо связано с фрустрацией и других желаний перед нами резкая смена кадров детская кроватка школы разочаровывающая взрослая жизнь подобно эху отражающая модернистскую технику письма внедренную бенни мином в 1928 году в книгу улица с односторонним движением и предвосхитившая его борьбу за революционный потенциал киномонтажа в работе 1936 года произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости в этих воспоминаниях бени имина о детстве в начале двадцатого века присутствует очень странный противоречащий здравому смыслу критический ход раз за разом повторяющийся в его текстах вырвать события из того что он называет континуумом истории вглядеться в прошлое безжалостно изобличая заблуждения служившие опорой прошедшим эпохам и ретроспективно подрывая то что в свое время казалось естественным здравым не проблематичным может показаться что подобным образом он согревается воспоминаниями об идиллическом детстве ставшим возможным благодаря отцовским деньгам и наем